В эфире новости Дагестан, в студии Зухра Алиева. Здравствуйте. В начале коротко о главных событиях к этому часу. Новые люди в правительстве. Коллективом министерств их представляет лично премьер. Руку приложить, душу вложить. В Махачкаре завершились соревнования по стандартам WorldSkills. Бой сорвался. В польский ММА промоушен КСВ отменил поединок с участием дагестанского спортсмена Шамиля Мусаева. Глава Дагестана Сергей Меликов выразила соболезнования семье Нурмагомеда Гаджимагомедова, погибшего во время военной спецоперации на Украине. Нурмагомед – потомственный офицер. Его отец – полковник полиции Энгельс Гаджимагомедов. Всегда был примером для сына. Меликов выразил глубокие соболезнования отцу героя, пожелав ему выдержки. У Нурмагомеда осталась молодая вдова и маленькая дочь. То, что сегодня Нурмагомед ушел от нас, это не значит, что мы его потеряли, он всегда с нами будет, потому что люди, совершающие подвиги, защищающие свою родину, они никогда не оставляют нас. Наверное, он какие-то вещи передал нам, мужчинам. Поэтому я хочу вам сказать, что вы никогда не останетесь без внимания. Вечная ему память, а как офицеру вечная слава нашему герою. Председатель правительства Дагестана в эти дни знакомит коллективы министерств с новыми руководителями. Напомним, таковые появились сразу в нескольких ведомствах. Накануне премьер побывал в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства, а также в Минцифре региона. Продолжение темы. Сюжет Карима Даниева. Официально это называется представление. С виду формальность, на самом деле процедура серьезная и ответственная, особенно если учесть комплекс задач, которые предстоит решить премьеру и его команде. Разумеется, строительство дорог и развитие транспортной инфраструктуры региона – зона особого внимания. Поэтому, со слов Абду Муслимова, на должность министра назначен человек с большим опытом управленческой работы. Что касается Джамбула Чапиевича, это наш друг, тоже видный наш государственный политический деятель, человек, который возглавлял долгие годы один из флагманов агропромышленного комплекса Республики Дагестан, Хазаюльфовский район, который сегодня был кормилицей Республики Дагестан на роде с тремя-четырьмя другими районами. Район, который динамично развивается, с устойчивой экономикой. Нормальная инфраструктура там везде. Постоянно идет строительство, ремонт садиков, школ, дорог. В тот же день премьер представил руководителя и коллективу Министерства цифрового развития. Юрий Гамзатов – человек в Кабмине новый. На публичных должностях замечен не был, но доверие ему оказано большое, а того и задачи ответственные. В первую очередь, это работа по подключению социально значимых объектов к сети интернет, формированию IT-инфраструктуры в образовательных организациях и оцифровка земель Республики в целях вовлечения в сельхозоборот. Я хочу поблагодарить главу Республики Республики и Станции Евгеньевича Меликова за предоставленное, за оказанное мне доверие. Я обязуюсь с вашей помощью коллектив молодой. Организационные проблемы есть, мы их в самые кратчайшие сроки устраним. Будем принимать активное участие. Цифровая экономика, она подразумевает большой объем работы во всех отраслях. И уверяю, что мы с этой работой справимся. Карим Даниев, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. Дагестан – лидер по воровству электроэнергии. Только в 2021 году в Республике выявлено 1908 случаев энерговоровства на сумму около 400 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба компании Россети. Всего в прошлом году на Северном Кавказе энергетики пресекли более 4000 фактов неучтенного потребления электричества на общую сумму свыше 619 миллионов рублей. Дагестан оказался в числе первых по числу фактов хищения и по сумме нанесенного ущерба. Сгорело старое общежитие. Пострадавших нет. Накануне ночью в Каспийске произошел пожар в старом двухэтажном общежитии, сообщает МЧС Дагестана. По данным спасателей, площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Для оперативного тушения были эвакуированы 35 человек. Пожар был ликвидирован. В прокуратуре республики по данному факту организована проверка. По предварительным данным произошел пожар в двухэтажном здании по улице Северном Массачевске 26. В ходе надзорных мероприятий будут установлены обстоятельства происшествия. Дана оценка соблюдения требований федерального законодательства. Кроме того, прокуратура постановлена на контроль соблюдения прав проживающих зданий граждан. В Махачкаре завершились соревнования по стандартам WorldSkills. Медики, работа техники, дизайнеры, стилисты и другие специалисты соревновались на 20 площадках образовательных организаций в семи городах Дагестана. В Доме дружбы подвели итоги и торжественно наградили победителей чемпионата. Подробности в сюжете Ларьяна Шамхалаевой. И первое место Надия Гамидова. Так, сегодня в Доме дружбы чествовали участников чемпионата, который проходил в Дагестане с 23 по 28 февраля. Из 215 конкурсантов, большинство от 13 до 20 лет, Надия Гамидова получила золотую медаль. Девушка оказалась лучшей среди студентов-медиков в номинации «Социальный уход». Я заняла первое место, я к этому очень долго шла и усердно старалась, чтобы занять это место и не хотела подводить своих преподавателей, которые готовили меня к этому. Мою компетенцию входит уход за больными в стационаре, уход за больными в дневном стационаре, в доме престарелых и в домашних зонах. Эта победа дала мне почувствовать себя более уверенной, и я сейчас себя чувствую уверенной в том, что я после окончания колледжа смогу пойти в любые медицинские учреждения и ухаживать за больными. Были и те, кто за медалью сюда пришел не впервые, однако цель не диплом. Гаджеты, которые создают победители в номинации «Мобильная робототехника», смогут значительно облегчить жизнь человеку в быту. Я участвую уже на третьем своем WorldSkills. На этом чемпионате мы с другом должны были собрать робота, который отыскивает на поле груз, мячики, а потом их поднимает в картинку или заносит снизу. Это может пригодиться как робот-грузчик, который в автономном управлении сам находит груз и доставляет его на место назначения. Следующий WorldSkills мы хотим, наверное, будем собирать робота-художника, который будет облегчать жизнь тем, кто не может нормально рисовать. Министр образования и науки Яхья Абучаев, вручая грамоты, отметил высокие достижения нашей республики за последнее время. Только в прошлом году шесть дагестанцев победителей регионального этапа стали призерами национального чемпионата WorldSkills. В эти трудные для страны времена мы видим, что подвиг, он может быть не только на полях сражений, но и ратным трудом. Мы видим, как сегодня, насколько сегодня востребованы высокие профессионалы, насколько они нужны нашей стране, всем отраслям нашей экономики. Вы сегодня показываете самый хороший пример для всех ребят, которые получают профессиональное образование. Нам очень приятно взрослому поколению видеть, что у нашей страны вот такое светлое будущее. И мы спокойны, потому что будущее нашей страны в руках таких профессионалов, как вы. Спасибо вам. Более 22 работодателей здесь же в фойе представляли свои компании. По словам многих из них, за короткий промежуток времени они могли бы обучить человека новой профессии и трудоустроить. Уже 22 года мы занимаемся обучением девушек в основном, такой профессии, как дизайнер-модельер одежды. Дизайнер-модельер на сегодня очень актуально. Придя в нашу академию, у нас в Махачкале, в других городах, на сегодняшний день очень низкая цена за обучение. 7500, я считаю, что в месяц оплатить и получить профессию, которая даст тебе возможность зарабатывать в дальнейшем, причем немалые деньги, то это очень маленькая инвестиция в себя с большими уже потом, как бы, приходами в будущем. Для гостей и участников мероприятия была также организована концертная программа. Ларьяна Шемхалаева, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. У республики хватит внутренних резервов, чтобы избежать любого дефицита продуктов. Такую уверенность выражают представители Минсельхозпрода Дагестана. Накануне делегации ведомство ознакомилось с работой высокотехнологичного птицевойческого комплекса в селе Батайурт Хасавертовского района. Вот у нас курица выходит после ВКО, воздушно-кафельного охлаждения, с температурой до 4 градусов, как положено по гостям. И здесь уже происходит навеска на линию выборки и калибровки. Вот это зеркало, вот это на зеркале, где девушка сейчас находится, здесь происходит сортировка на первый и второй сорт. У меня за спиной сейчас проходит процесс сортировки и упаковки, а в каждую ванну падает тушка весом, уже необходимая для контрагентов, которые забили в компьютер, ввели данные. Мощности инкубационной станции здесь рассчитаны на получение до 25 миллионов суточных цыплят в год. Это один из крупных инкубаторов на Северном Кавказе. Сегодня комплекс располагает площадками, которые позволяют вырастить поголовье достаточное для производства около 5000 тонн мяса птицы в год. Предприятие имеет прежде всего большое экономическое и стратегическое значение для региона, уверены специалистами сельхоза. Кроме мяса птицы, в Дагестане уже давно популярно производить урбейч. Теперь он и на столах у арабов. Предприниматели республики представили свою продукцию на международной выставке в Саудовской Аравии, приуроченной к 75-летию торгово-промышленной палаты Мекки. Масштабный проект собрал представителей ряда крупных стран Европы и Ближнего Востока. Россия презентовала изделия народных мастеров-умельцев, богатую фотовыставку популярных достопримечательностей страны и традиционные национальные блюда. Дагестан на выставке представил свой уникальный суперфуд – урбейч. Кроме того, одна из туристических компаний региона продемонстрировала маршруты по республике, привлекающие наибольшее количество гостей в регион. Спортсмены из Махачкалы стали первыми на чемпионате в первенстве республики по всестилевому карате. Соревнования в течение двух дней проходили в Каспийске. На татаме во дворце спорта имени Али Алиева вышли около 250 каратистов из разных уголков Дагестана. Уже пять лет соревнования посвящают памяти тренера Салемгерея Минатулаева. Он был военнослужащим. Так получилось, что несколько назад трагически в автокатастрофу попал, погиб. Он сам был спортсменом, тренером. И каждое соревнование наше, он был главным судьей соревнований. Наш друг был близкий. Гости у нас районов почти всех городов республики Дагестан. Это Хасавюр, Дербенский район, Левашинский, Нагайского района приехали люди. Махачкала, Каспийск, Избирбаш. Ну, со всех городов, считай, республики. Около двухсот участников. Обладатели награды определились в ярких и зрелищных поединках. Больше всех медалей высшие пробы завоевали столичные каратисты. Вслед за ними в общем зачете идут спортсмены из Хасавюрта и Левашинского района. Победители соревнований прошли отбор на первенство СКФО, которое пройдет в марте в Нальчике. Кроме того, обладатели медалей выступят на чемпионате России, который пройдет в Орле. Польский ММА промоушен КСВ отменил поединок с участием дагестанского спортсмена. Пятый бой Шемиля Мусаева в лиге сорвался из-за ситуации на Украине. Боец должен был выступить 19 марта, однако организаторы уведомили его об отмене. КСВ принял тяжелое, хотя и этически справедливое решение отменить поединок российского бойца Шемиля Мусаева, сообщил промоушен. Мусаев дебютировал в лиге в 2019 году. Он одержал две победы нокаутом подряд. Затем решением одолел словенца Уроша Юришича. И в октябре прошлого года к ничью разошелся с Михалом Петржаком. Махачкаринская «Динамо» завершает подготовку к сезону. Накануне команда провела первую тренировку после возвращения из зарубежного сбора в Турции. В Белеке футболисты провели две недели. В ходе подготовки к возобновлению чемпионата столичный клуб провел шесть контрольных матчей. В четырех играх были одержаны победы. Дважды «Динамовцы» сыграли в ничью. В ходе зимней заявочной кампании «Динамо» заключила соглашение с восемью футболистами. Первый официальный матч весны команда сыграет с Таганрогским «Форте». Встреча 20-го тура первенства 2-го дивизиона ФНЛ пройдет 6 марта в Махачкале. Смотрите нас на нашей странице в Инстаграм, а также на сайте nnttv.ru. А у меня на этом все. Всего доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!